Здравствуйте! Меня зовут Наталья Кравченко, я преподаватель школы Шье Сама. В прошлом ролике мы рассказали вам о тканях для холодного периода нашей жизни. Что из них можно шить? Сегодня мы вам расскажем о трикотажах. Что такое трикотаж? Во-первых, трикотаж это вязаное полотно. Его делает вязальная машина. Сейчас я покажу, наверное, видно петельки. Трикотаж отличается от ткани, что при растяжении видно петлю. Ткань состоит у нас из двух нитей, а трикотаж из одной нити. Что нам это дает? Трикотаж не сыпется. Он более пластичный, он более растяженный. Конечно, трикотаж все больше и больше завоевывает место в нашем гардеробе. Уже, наверное, процентов 70, по крайней мере, у меня. Это трикотажные именно изделия. За что мы любим трикотаж? Во-первых, он теплый. Для нас это очень немаловажно в нашем климате. Во-вторых, он очень легко шьется. Очень легко, очень быстро. И он не требует сложных посадок. То есть не надо мучиться с конструкциями сложными. Он сам хорошо ляжет на наше тело. Трикотаж очень комфортный у тела. Очень приятен. В основной своей массе он делается именно из натуральных волокон, из хлопковых волокон. Мы еще знаем такое название джерси. Кто-то разделяет трикотаж и джерси. Джерси это костюм на трикотаж. Это уже в основной своей массе содержит натуральные волокон. Так, давайте поговорим более подробно о том, какой он бывает. И что подходит именно для осенне-зимнего периода. В первую очередь, очень часто мы видим такие теплые, спортивные, спортивного кроя платья, штанишки, бомберы, свитшоты, сшитые из футера. Все, наверное, слышали уже такое слово футер. Сейчас покажу несколько его вариантов. Причем, девочки, я показываю с изнанки, чтобы хорошо было видно. Вот смотрите, здесь у нас футер двунитка. Вот это трехнитка. Это изнаночная сторона ткани. С лицевой стороны идут петельки, лицевая гладь. У трехнитки более такая петелька, более выступающая. Это более плотный трикотаж. Иногда бывает футер с начесом. Тут прямо такая меховушка, как мы ее называем. Мягкий такой начесик, который сильно утолщает ткань. Что можно сшить из футера? Изначально, традиционно, из футера сшили спортивную одежду. И, наверное, он придуман был для того, чтобы сшить те самые свитшоты, о которых мы с вами уже наслышаны. Но сейчас из него сшиться может абсолютно все. Это могут быть как спортивная одежда, так и одежда в спортивном стиле. Какие-то брючки спортивные, блузы спортивные, кстати, тоже. Это может быть платье в спортивном стиле. Это может быть какие-то вот такие даже жакетики. Это очень шелковистая и приятная ткань. Она чаще всего делается из хлопка. Хороший футер содержит до 5% эластана. Он хорошо держит форму, он более мягкий, более шелковистый. Именно такое рекомендую брать. Посмотрите обязательно волокнистый состав. Сейчас появились футеры из синтетики, из полиэстерного волокна, по-моему. Да, из полиэстера, стопроцентный полиэстер. Конечно же, если вы покупаете такую спортивную кофту, имейте в виду, что в холодное время вам будет не холодно. А в жаровне будет очень жарко и душно в такой кофте. Я считаю, что футер все-таки лучше брать хлопковый. Вот это что касается футера. Посмотрите, вот есть у нас такая ткань. Она называется ткань Кашкарсе. Вот ее младший родственник Рибанка. Видите, как хорошо тянется эта ткань. Это ткань резинка. Из нее можно делать манжеты, из нее можно делать пояса, у юбок, у спортивных брючек, у свитшотов. Можно делать горловинки, можно делать детали одежды. То есть это может быть бачок какой-то, да. А можно делать и полностью одежду. То есть какие-то блузы. Водолазки. Платья водолазки из этих тканей будут прекрасны. Следующая вот такая, тоже как бы резинка, чередование лицевых и изнаночных петель. Вот, лапша. Смотрите, она бывает очень разная, девочки. Она бывает более тугой, она бывает более рыхлая. Вот это практически просвечивающая. То есть если ее сейчас показать на свет, вы увидите мою руку. Вот, лапша. Конечно, это будут платья, либо водолазки прямого силуэта. Но это ткань, это может быть, кстати, какие-то кардиганы. Эта ткань, ну, прямо она себя оправдывает. Она очень любима нами. Эта ткань основа. Из нее нужно шить несколько водолазок. Или 2-3 платья водолазки. Вы тогда будете одеты всю зиму, я вас уверяю. Будете менять кардиганчики, будете менять какие-то украшения. Вы всегда будете свежие, вы всегда будете новые. На что обратите внимание? Ну, вот смотрите, если вы хотите водолазочку, вы можете взять более тонкую. Более, скажем так, мягкую лапшу. Если у вас платье, то на платье, конечно, нужно брать более тугую. Вот такую лапшу. Смешно. Она, кстати, бывает очень разная по ширине вот этих вот трубчиков. То есть, смотрите, бывает, очень часто встречается принтованная. То есть, прямо на ней какой-то узор нарисован, напечатан. Вот, тоже очень большие варианты. Чаще всего делают вид тоже из хлопка. Это все хлопковые трикотажи. Переходим в джерси. Джерси, конечно, одна из любимых наших тканей. Еще раз повторюсь, джерси – это такой костюмный трикотаж. Она бывает очень разная. Она бывает разная по плотности, по упругости. По весу. Бывает тоненькая, бывает такая плотная, которая подходит для брючек. Можно шить даже, практически можно шить классические узкие брючки. Будет все облегать, все будет прекрасно. Бывает тоненькая, из которой мы можем шить какие-то платья, какие-то юбки полусолнца широкие. То есть, очень разная. Джерси бывают не только из хлопка. Она бывает из абсолютно разных волокон. Вообще, первая джерси была из шерсти. Изобрел ее англичанин и стал производить на острове джерси. Оттуда и название. Сейчас делают, конечно, из самых-самых различных материалов. Кстати, очень плотная джерси, из которой прям такие хорошие кардиганчики, брючки, чтобы понимать. И тоненькая, струящаяся, мягкая. Какой состав может быть, из каких волокон может быть джерси? Ну, допустим, вот это вот вискоза нейлон. Такой состав, кстати, дает приятность к телу за счет присутствия вискоз. И за счет нейлона она абсолютно не закатывается. Это я могу сказать абсолютно точно. Вот этот кусок джерси у меня от моего платья. Остаток. Платье носилось два сезона. Возможно, будет носиться третий. С платьем ничего не случилось. Ни одной закатушки, ни одного пилинга. Не знаю, уже поднадоело немножко. Посмотрю. Может быть, ну, как-то изредка одену. Вот этот джерси более плотный. В нем уже больше синтетических волокон. Присутствует некоторое количество вискоза. Но в большей синтетике оно более плотное. На холодное время года для брючек. Это очень мягкая, очень мягкая, мягкая, мягкая хлопковая джерси. Оно, конечно, быстрее закатается. Но оно такое к телу приятное. На водолазочки, на какие-то блузочки. В общем, смотрите состав, смотрите на ощупь. Смотрите, как тактильно. И выбирайте под вашу модель, под ваши силуэты. Абсолютно для всей... Вот этой вот костюмно-платильной группы джерси подходит. Можно найти для любого изделия подходящее джерси. Это может быть платье, это может быть жакет, это могут быть брюки, это могут быть юбки. В общем, все, что носится у нас старым слоем, можно сшить себе из джерси. И вообще, я думаю, что в нашем холодном климате можно полностью составить гардероб из джерси. Ну, я имею в виду, опять же, платье какие-то, какие-то вот такие одежда второго слоя. Ну, и, в общем-то, испытывать нужду в одежде вы не будете. Еще такую группу хочу вам показать. Девочки, очень люблю эту ткань. Это у нас ткань называется тоже трикотажем. Я, кстати, говорю ткань, трикотаж, немножко путаю. Вообще-то, конечно, вязанное полотно, это трикотаж. Но мы уже как-то традиционно привыкли все вот эти вот полотна текстильные называть тканью. Поэтому не пугайтесь, что если я где-то трикотаж называю тканью. Еще одна разновидность – ладен. Ладен может быть трикотажным, может быть тканным. Возможно, вы слышали такое название «вареная шерсть». То есть это технология изготовления полотна из шерсти. Вот здесь у нас как раз трикотажный ладен. То есть если я его раздвину, растяну, вы увидите петельки. Чем нравится эта ткань? Конечно, она теплая. Она изготавливается специально для каких-то теплых кардиганов. Чаще всего это пальтовая уже группа осенние, зимние пальто. Она красивых цветов. Она не сыпется. Именно трикотажный ладен не сыпается. То есть можно очень много шьют, кстати, пальто без подклада именно из ладена. Какие у него нюансы? Именно у трикотажного ладена, так как много шерсти в ладене, конечно, она будет колоться. То есть если носить на голое тело, и если вы прямо девочка-девочка, если вы чувствуете все вот это вот, то это делать нужно с подкладом, такие вещи. Еще что хочу сказать про трикотажный ладен. Он, как весь трикотаж, при хранении в вертикальном положении вытягивается. Поэтому в межсезонье пальто из ладена, кардиганы из ладена, мужской пиджак из ладена, лучше сложить на полочку в горизонтальном состоянии, чтобы у вас потом в конце сезона не оказалось, что вещь удлинилась на несколько сантиметров. Итак, что из него можно сшить? Пальто, теплые кардиганы, мужские бывают, кардиганы вот такие очень красивые, очень дорогие, злоденные мужчины тоже их очень любят. В общем, ткань, которая нам нравится на холодный период, мы любим пальто из него сшить. Много сшили себе пальто без подклада. Итак, мы поговорили с вами о тканях, которые используются для шитья теплых вещей в холодное время года. Если мы вам полезны, если вам понравилось наше видео, если вы узнали новую информацию, ставьте нам лайки, пишите ваши узывы, рекомендуйте друзьям, подписывайтесь на наш канал. До свидания, до новых встреч!